пульт дистанционного управления и мобильный телефон отключены привет друзья сегодня вы снова на канале русского сумасшедшего пилота и сегодня мы снова будем говорить про обучение русскому языку нашего китайского друга с американскими корнями квадрокоптера autel evo 2 pro в общем в этом ролике мы расставим все точки над и и над ее по поводу русификации этого агрегата и я думаю больше таких вопросов ни у кого возникать уже не будет если вы смотрели предыдущий ролик то у вас могло закраться неверное осуждение по поводу того что причиной всех проблем которые были связаны с интеллектуальными режимами квадрокоптера autel evo 2 pro было именно прошивка с выполненной русификацией то есть доработанная прошивка но на самом деле когда я вспомнил хронологию всех событий я убедился что причина это совершенно кроется не здесь потому что даже на английской версии 11823 у меня наблюдались проблемы с интеллектуальными режимами после того как я перешел на нее с версии 1180 но потом именно для того чтобы снять ролик про русификацию я перескочил на autel explorer 11823 русской версии после чего откатился опять на английскую версию 823 и проблемы эти вылазили регулярно ну а потом я уже перепрошился вновь на эту же самую версию но с разлоченной больше 800 метров высотой и ролики которые я снял для тестирования этой разлочки вы также можете посмотреть здесь на канале чем это все завершилось и лучше таких экспериментов не допускать потому что все таки 800 метров это высота с которой дрон гарантированно возвращается на землю даже с минимальным зарядом батареи но если вы его не удерживаете там принудительно а еще я пообщался с человеком который непосредственно является разработчиком всех русскоязычных версий программ и прошивок аутель на текущий момент и он убедил меня в том что проблемы которые возникли на релизе 83 никак не связаны с русификацией но как говорится доверяй но проверяй поэтому сейчас мы едем на берег великой русской могучей реки я думаю сами догадаетесь какой для того чтобы проверить эти утверждения пока я ехал в хмуром ноябрьском небе забрежели просветы и возможно сейчас съемка у нас будет даже намного интереснее чем предполагалось ну и для начала нашего тестирования нам надо откатить out eliexplorer на русскую версию а для этого мы должны скачать а пк шичку и залить ее на свой смартфон или планшет ну то есть на то на чем вы летаете заставку приложения автор перевода немного видоизменил она стала более грандиозной также появились реквизиты по которым вы можете оказать посильную помощь поддержку автору перевода ну что же настала пора еще раз проверить версию out eliexplorer 11825 но уже на русском языке включаем режим динамического трекинга какой-то момент я уже подумал что все-таки действительно проблема присутствует именно в русской прошивке но нет дрон взял меня в объектив и сейчас я нахожусь под прицелом и он следит за мной при этом динамическое слежение никуда не девается все в порядке удивительно красивое место но почему здесь постоянно такой срач я даже не понимаю вот куча бутылок пакетов каких-то фигнюшек вот люди которые сюда приезжают я не знаю вечерами посмотреть на закат посмотреть полюбоваться на нашу прекрасную сибирскую реку это енисей кстати кто не узнал вот почему ладно ну параллельный режим тоже работает мне интересно как он он работает вполне адекватно то есть экран приложения при этом тестировании не записался но ничего нового вы бы и не увидели а как работают режимы динамического трекинга можете посмотреть специально снятом на эту тему ролики на канале ссылки приложил в описании внизу к этому видео все крутится все вертится дрон следит нормально все хорошо ну и смарт орбит умная орбита а самое интересное случилось в конце съемки но об этом чуть позже в конце ролика ну что же сейчас мы убедились что проблем с русским аутель explorer в принципе нет никаких у нас тоже летается все также отлично также как и с английским все режимы мониторинга контроля интеллектуальные режимы облета все работает хорошо все-таки проблема была более старой версии 83 до свидания ей а мы идем вперед человек который занимается русификации данного программного обеспечения алексей аутель он наконец создал свой телеграм-канал где на текущий момент он выложил практически все самые последние прошивки программы с русским интерфейсом русифицированные поэтому предлагаю подписаться на этот канал чтобы поддержать автора этих прошивок автора наших русификаций и выразить свой респект написать пару слов хотя бы тем кто пользуется русскими прошивками надеюсь ты не перегоришь и дальше будешь радовать нас обновлениями программного обеспечения в новых релизах которые выпускает компания аутель до следующем ролике вы узнаете о том чем закончилась моя тяжба с алиэкспресс с одним из поставщиков этой компании который недопоставил мне пропеллеры аутель энтерпрайз для моего квадрокоптера ну и поскольку я получил вторую пару этих винтов наконец то не за горами тестирования в котором мы узнаем насколько хороши эти винты по сравнению с оригинальными насколько они лучше насколько они дадут нам больше времени полета на днях тут жене говорю а ты что не смотришь мои ролики она говорит а у тебя новый ролик вышел я говорю да конечно глядь а у нее колокольчик то не включен ну хорошо я к ней подошел колокольчик нажал но к вам то я подойти не могу поэтому нажимайте на колокольчик сами чтобы не пропустить новые видосы которые выходят у нас на канале а я в свою очередь хочу поблагодарить всех вас дорогие подписчики за вашу поддержку потому что нас уже перевалило за тысячу мы не расслабляемся ведь у нас новая цель 10000 рубеж сложный но с вашей поддержкой я уверен что мы его осилим а на этой позитивной ноте я прощаюсь с вами до новых встреч пока а вот при первой попытке захватить динамик трек автомобиль у меня возникли реальные проблемы и я уже грешным делом подумал что все же русский язык и ауты несовместимы но перезапустив приложение все починилось и дурные мысли улетели прочь пульт дистанционного управления и мобильный телефон отключены диагностика 5 запись 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 9 10 8 9 9 9 10 12 15 15 15 16